Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 7 января. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Маркетс. Опубликованные в понедельник данные по деловой активности в сфере услуг еврозоны несколько выправили ситуацию, переключив внимание инвесторов в пользу европейских валют. Хотя ни Европа, ни США не смогли передавить в этот раз позитивную динамику показателей. На азиатской сессии евро-доллар нес незначительные потери. Однако публикация смешанных данных по деловой активности ограничила падение единой валюты. Рост показателей в регионе продемонстрировали Франция и Испания. А вот германские и итальянские данные не дотянули до прогнозов, оставив в итоге составной индекс деловой активности на его предыдущем уровне. Наряду с этим инвесторы начали воздерживаться от продаж евро и по причине запланированного на этот четверг заседания Европейского центрального банка по монетарной политике. Причина такой осторожности – возможно смена рыночных настроений. После комментариев Марио Драги о том, что никаких незамедлительных действий от ЕЦБ в настоящее время не требуется. Все это в результате вызвало рост евро против американского доллара. От азиатского минимума 1,3571 курс пары поднялся до максимального уровня 1,3653, вблизи которого сессия и завершила свою работу. В связи с этим в нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение и завершение коррекционного подъема пары ориентировочно в ценовой зоне 1,3650-1,3685. Далее ожидаем снижение евро-доллара к целевым уровням 1,3600-1,3571-1,3540. Великобритания вновь разочаровала участников торговли, усилив их опасения в том, что при сокращении государственных программ стимулирования, темпы восстановления британской экономики в 2014 году могут замедлиться. Основанием для пересмотра сверхоптимистичных ожиданий инвесторов стала череда разочаровывающих отчетов. Вчерашний отчет по деловой активности в сфере услуг также не стал исключением. Показатель активности снизился до уровня 58,5 пункта против прогнозного 60,4, продемонстрировав снижение второй месяц подряд. Причем темпы роста индекса также упали до 6-месячного уровня. Курс пары на этом фоне резко снизился, зафиксировав дневной минимум на отметке 1,6337. Тем не менее, негатив был отчасти нейтрализован укреплением другого показателя по количеству новых заказов в составе индекса деловой активности. Это позволило сохранить хороший спрос на британскую валюту. Курс пары действительно начал быстро расти, восстановил все дневные потери и, преодолев в итоге уровень дневного открытия, протестировал новый максимум на отметке 1,6334. Далее пара до конца дня торговалась в узком боковом диапазоне, завершив американскую сессию на отметке 1,6413. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем продолжение восходящей коррекции пары и завершение подъема валюты в ценовой зоне 1,6427-1,6480. Далее ожидаем очередной этап снижения британского фунта к целевым уровням 1,6376-1,6338-1,63 и, возможно, к 1,6260. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на вторник. Волатильное ценовое движение металлов в узком боковом диапазоне практически не изменило положение основных уровней поддержки сопротивлений, сохранив их вблизи прежних позиций. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту находится сейчас на уровне 1,251,00 за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующей цели – 1,265,00. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 55-дневной скользящей средней – 1,234,00. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение к ценовому уровню – 1,226,00 за унцию. Ближайшее краткосрочное сопротивление по серебру расположилось на уровне 20,40. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться к следующему ценовому уровню – 20,60. Уровень поддержки серебра расположился на отметке 20,10. Если котировки преодолеют его, снижение продолжится далее к ценовым уровням – 20,19,70 и ниже – в направлении к 19,40 за унцию. В экономическом календаре вторника Австралия опубликует итоговые показатели баланса внешней торговли за ноябрь, включая объемы экспорта и импорта товаров. Германия отчитается по изменению объема розничной торговли, количеству безработных и уровню безработицы в стране. Предыдущий показатель – 6,9%. Еврозона представит декабрьский индекс потребительских цен и цен производителей. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. В разделе прогнозы желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Смотрите, о межсайстве финансового рынка.ру и другие лидеры финансового рынка AE ca tulим в Arch.рус Giving Commonwealth.ру и другие лейт 700RF.русой, PVT – 2012, Solomon Сууvia.ру и других лемократных.ру и другие львуютки, WizTla и другие лейтые электричества стbellивы и методы 관� SLI 7.&рk.ру.